Всем привет, мои любимые! Я Блиссу Дорфен и продолжаем наши парфюмерные затесты. Вечером я посмотрела, как раскрывается мимоза от Перес-Монте-Карло. Новая, да? Жанна Клода Элина, мимоза Танрон. Кстати, Танрон это тоже название местности, да? Это географическая местность на юге Франции, где произрастает мимоза. Также лаванда. Ну, лаванда, вы знаете, мне в самом начале понравилась, а затем она очень прилично меняется, как раскрывается и становится... Вот именно такое направление, вот свежесть, мужская свежесть, парфюма мужской свежесть. Хотя смородиновый лист там еще сильнее становится заметен. Так, если вам еще какие-то парфюмы интересны, пишите мне пока. У меня есть время, я их обязательно буду тестить. Затем мой Чедро Ди Диаманта меня радовал, наверное, часа три. Помните, да? Я его тестила. Так, что там еще было? А, имитейшн, амуаж, да? Пойдем к амуажу. Имитейшн, амуаж. Как он мне понравился. Вы даже не представляете. Было отлично. Скажите, я сейчас, подождите, сниму очки. Вам будет так приятнее меня видно, да? Когда с глазами, да, контакт. Что еще можно сказать? Так, имитейшн мне очень понравился. Вот не знаю, что-то в нем такое было. Классно. Даже какое-то классическое звучание в нем есть. Мне нравится, что такое совмещение в имитейшн, да, в умон, что там совмещение какого-то классического звучания за счет альдегидов. И в то же время это сочетание ланг-ланг и смородина, но выдает какое-то очень необычное, вы знаете, звучание. Но также смородиновый лист, да, вот кто там присутствует, если вы не любите. Лучше не надо, да, или вы сначала потестите, попробуйте. Так, что нам еще можно с вами посмотреть? Знаете, я... имитейшн мне понравился, потом мне еще понравился Саншайн. Саншайн, вы знаете, я его так сейчас полюбила. Я не могу понять, почему, но вот Саншайн меня просто сейчас тянет именно на Саншайн. Вот прям вот чешутся руки именно его купить. Хотя я сейчас себе сделала такой план, что первая, да, на покупку, какой первый кандидат или претендент, да, ну вот, ну не знаю, ну вот так мне сейчас Саншайн захотелось. Напишите мне, у кого он есть. Саншайн. Так, потом что еще было у нас? Love to be rose. Мне нравится сегодня, сейчас вот буду его опять на себя наносить и смотреть, как он на мне, не задушит ли он меня, да? Love to be rose. Так, что у нас еще может быть интересненького? Love to be rose. Потом мне очень понравилась прекрасная Лена. Но вот вы меня, я не знаю, хорошо ли знаете, нет, вот у меня есть парфюм Dolce Vita Dior, также очень сладкий, праздничный, создаёт ощущение присутствия шампанского, да, пузырьков шампанского аромата. У меня такое ощущение, что вот прекрасная Лена, она по своей шипучести, присутствие шипучих пузырьков шампанского напоминает мне именно Dolce Vita, сладкую жизнь Dior. Так, что у нас еще было интересного? Что мне вчера запомнилось из моих затестов? Я считаю, что парфюм Sunshine Man Amois также очень классный, мне он очень-очень понравился. Что в нем необычного? Он очень похож на Onuar, как я и отметила. С вами, но вам. Onuar Dior также очень классный. Так, и еще какие парфюмы я тестила от Saint Laurent, Jamsuit и Capuline, комбинезон и шляпа, шляпка Capuline. Посмотрим, хочу их сегодня перетестить, и если сегодня, наконец-то, получится зайти в Hermes и потестить ваниль Голланд, сравнить ее с Capuline. Потому что в ваниль Голланд все слышат лилию, хотя она там не заявлена. И Capuline Saint Laurent, но новый парфюм, он также о лилии и ваниле. И я хочу сравнить, похожи ли они, нет. Потому что я как-то, вы знаете, уловила в них такие перекликания вчера. Затем, вот сейчас, ну очень-очень, вчера понравился Белли Распиру. Представляете, раньше он мне никогда не нравился, а сейчас очень понравился Корумандель. Вчера, когда я его нанесла, мне показалось, он будет очень яркий, но как-то потом, когда я шла по Кёнигсалей, помните, вчера я не шла, летела. Мне надо было быстро успеть. Вот, вот, кстати, тогда, да, он мне очень понравился. Но он быстро слетает. И, кстати, очень много его сразу подлетало. Так, включилось. Про амуаж я вам рассказала. Теперь хочу обязательно затестить, как только появится эта новая коллекция Ренессанс. Уже жду-жду-не дождусь, какая мне понравится или нет. Кстати, мужской интерлюд. Который Ирис Блэйк. Он такой более мягкий. Вообще, вы знаете, даже вы практически не узнаешь, что это интерлюд. На мой вкус, он очень изменился. Стал таким каким-то, не знаю, облагороженным. У него нет больше такого настроения, какого-то драйва, неожиданности, ревущего какого-то настроения, бурного, буйного. Если бы этого нет, он стал настолько, знаете, городской житель. То он был жителем пустынь, да, арабских пустынь. А сейчас настоящий городской житель. Жерский. А, и также вот это Увертюр. Еще интересно посмотреть, что будет с ним. Как он будет интересен или нет. Привет. И еще что я хотела сказать. Я свою вот эту мимозу вчера, какую я тестила в Перес-Монте-Карло. Я хочу ее обязательно сравнить сегодня с Лав-Мимоза Амуаж. Потому что мне показалось, что когда в Перес-Монте-Карло мимоза Танрон раскрывается, что есть очень сильное перекликание такой вот именно водной, слегка водной или водянистой ноткой с Лав-Мимоза Амуаж. Хочется мне их сравнить. Вот только у меня сейчас встает вопрос, что сегодня полностью на себя нанести, да, и потестить. То ли имитейшн, то ли саншайн. Не знаю, Амуажи меня сейчас очаровали. Вот тянет меня именно на них. Также Коко Модемазель, помните, вчера в кафе мы с вами смотрели. Я вам говорила свое мнение, когда я пила свой кофе. Вот вы знаете, что-то есть такое приятное, но меня не покидает ощущение, зная классическую Коко Модемазель, как будто это что-то такое, вы знаете, вот как-то разбавлено. Смотрите, сейчас колокольный звон. Может быть, сейчас как-то вас вот так развернуть. Вот там церквушка. А вот в той, впереди, там рейн, смотрите. Вот там, если как раз выйти, там будет рейн. Еще у меня, конечно же, вчера для меня было открытие Этро Раджастан. Вы не представляете, как он мне понравился. Такая красота. Я сразу представляю Индию. Вы знаете, Индию, такую Индию чистую и шикарную, роскошную даже. И у него такой необычный флер. Теперь будет в моих хотелках. Может быть, даже сегодня Раджастан нанесу на себя, посмотрю. И посмотрим, попаду ли я сегодня в Эрмес. Очень уж мне это интересно. Сегодня, кстати, такая теплая погода. Я сегодня в курточке, но мне кажется, я, наверное, запарюсь. Будет особо только в одной рубашке ходить. О, кстати, вот кафе, в каком я раньше помню, была здесь кофе. Ну-ка посмотрим, что здесь. А вот, смотрите, здесь такой интересный домик. Сейчас я вам покажу. Так, всем привет. Еще раз включилась. Я иду по этой длинной аллее. Скоро дойду. Все с вами гуляем. Может быть, зайдем в парочку магазинчиков. Посмотрим, что там есть интересного. Напишите мне сейчас, какой у вас самый любимый ваш амуаж. Что вы любите больше всего из амуажей. Что вас поражает. Пару слов о пандемии. Вот о ее действии. Я давно не была в Дюссельдорфе. И сейчас, вот вчера я была, сегодня. Да вы знаете, все равно ощущается, что какое-то все стало настроение такое более спокойное. Дюссельдорф, он очень, конечно, это не Кёльн, не такой он активный. Естественно, гораздо меньшее количество населения. Но Дюссельдорф всегда наполнен, потому что близлежащие города очень рядом, находятся близко, рядом, и сюда приезжают другие, да, жители других городов. И, например, выходные, или вот в зонах, где много магазинов, всегда много очень народу. Тогда я тебе вам сюда, вас переверну. Вот, видите, вот там, когда заканчивается этот парк, и сразу там Рейн. Так что мы сейчас с вами на берегу Рейна. Здесь Рейдисон, так странно, сейчас все одеты совершенно по-разному. Кто-то, вот как и передо мной, люди и я в куртках осенних, теплых брюках, а кому-то можно увидеть еще в шортах и в легких майках. Интересно. Всех сейчас все по-разному, да, одеты.